Рациональное и эффективное использование энергоресурсов. Эта тема стала основной на встрече главы МРИЛ Александра Евсифеева с руководителем одной из региональных энергетических компаний МРСК Центра и Привожья Игорем Маковским. Как стало известно, в ходе встречи в МРИЛ создана первая в Поволжье адаптивно-интеллектуальная электросеть. Проще говоря, энергетики цифровизируют энергосети, что позволит гарантировать качественное и бесперебойное энергоснабжение жилых домов, предприятий и социально значимых объектов республики. О том, как чувствует себя электросетевой комплекс в МРИЛ и каковы перспективы развития в материале нашего корреспондента. Когда в этой диспетчерской нет звонков потребителей, значит электричество подается жителям МРИЛ без перебоев. Здесь дежурство ведется круглосуточно. На экране, как на ладони, видно состояние всех подстанций. Внедрение цифровых технологий в сферу электросетевого комплекса стало частью большого национального проекта «Цифровая экономика». Как интеллектуальные сети региона работают, видно здесь, в трансформаторной подстанции возле арены МРИЛ. Эти ТП питают хирургический корпус, город, больницы, микрорайоны жилые, театр кукол, библиотеку. Министерство, ведомство, спортивные комплексы, как арена, так и ледовый дворец, бассейн на правой бережной части. То есть весь спектр. За работой оборудования энергетики наблюдают в режиме реального времени. Контролируют ситуацию и днем, и ночью. В случае повреждений интеллектуальная сеть может самовосстанавливаться и тут же переводиться на другие источники питания без участия человека. В случае необходимости в места повреждений может вылетать беспилотник или выезжать сверхсовременная техника. Вот, например, командно-штабной автомобиль. Он позволяет в режиме реального времени осуществлять видеоконференц-связь с любой точкой страны. Наша основная задача – это обеспечение населения нашего потребителя надежным и бесперебойным энергоснабжением. И в этой задаче мы четко руководствуемся всеми поставленными целями, которые нам диктует административная власть. Второй наш приоритет – это развитие и создание инвестиционной привлекательности региона. Это та наша инвестиционная деятельность, которая направлена на опережающее создание инфраструктуры. Грубо говоря, любой инвестор, придя в регион, он должен получить в моменте, по четко заданным правилам, установленным тарифам, которые определяет специальный регулятор, условия подключения к электросети. Но в республике и в столице республики есть районы, которые требуют отдельного внимания. И здесь не просто наше согласие, это не проблема, а ведь согласие, а проработать некую дорожную карту, как будет развиваться. Вот на базе этого, безусловно, положительного примера. Конечно, то, что сделано, это вызывает восхищение, так скажем. И не только потому, что это такой первый положительный, очень эффективный опыт в Приволовском федеральном округе, но прежде всего это показатель того, как можно работать с новым фондом и офисным, и жилым. Но задача обслуживать весь фонд, в том числе тот, который уже не является новым. Мариел может и должна войти в число регионов, применяющих цифровые решения для трансформации экономики. О том, как реализовать технологический потенциал республики, обсудили на совещании в Доме правительства. Глава Мариел Александр Евстифеев и генеральный директор МРСК центра Игорь Маковский. Задача создать такую энергосистему, которая будет работать бесперебойно в любых условиях, в любых районах Мариел. Первый наработанный опыт уже есть. За последние три года в регионе не было зафиксировано ни одного крупного отключения от электричества граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова